Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Итак, сегодня я хочу поговорить на тему главенства Духа. Главенство Духа Божьего. Дух Святой настолько близко к нам, что мы даже порой и не можем его различить. Где Дух Святой, а где наш Дух? Те вещи, которые хочет сделать Бог, их нельзя сделать человеческой силой. Но когда Он умер, какой фантастический результат пришел? Он воскрес, Он был прославлен, и Дух Святой пришел на эту землю. И сейчас Дух Святой живет в нас, по всему миру. И Он одновременно может присутствовать в разных самых невероятных местах нашей планеты, там, где есть люди, которые верят в Иисуса. Поэтому, если мы понимаем это, то мы скажем, да, Господь, я действительно хочу полностью отдать себя Тебе. Помните, Иисус говорил, что любящий душу свою погубит ее. То есть душа – это наша внешняя, еще раз повторяю, наша внешняя оболочка, наше внешнее мышление – это то, что пришло как бы от этого мира. Но Бог говорит, если ты за это держишься, ты не сможешь это отдать. Тебе будет страшно это отдать. То чудеса не смогут произойти в твоей жизни. Знамения не смогут произойти. Сила Божья не сможет действовать. Поэтому, чтобы человека привезти куда-то, ему нужно пройти этот период сокрушения. Скажи, период сокрушения. Почему мы часто с женой вспоминаем наш начальный период? Это был период сокрушения. Потому что, если бы мы не сокрушились, если бы мы не согласились, вот эта та внешняя оболочка, она так бы и удержала нас, и ничего бы не вышло. Понимаете? Духовная сила бы не вышла. Духовное действие бы не произошло. Поэтому мы часто вспоминаем и говорим, да, как это было? А это было время сокрушения. Я тоже про себя рассказывал, что когда я служил еще в оркестре, то Бог мне сказал оставить службу, потому что Он хочет работать со мной, что это не мое место. И для меня это тоже был такой, можно сказать, большой-большой вызов. Мне нужно было пойти, не зная куда, делать не зная что, чего я не умел, чем я не занимался. Но я понимал, что Бог хочет сокрушить мою гордость. Потому что самое крепкое, самое сильное, это наша гордость, друзья. И Бог, Он говорит, Он не просто противится гордым, Он хочет сокрушить гордость. И чтобы сокрушить гордость, нужно сокрушить внешнего человека. И поэтому Бог говорит, согласишься ли ты на это? Знаете, да, это подлом, потому что тебе надо умереть. Вот ты хочешь умереть? Нет, я не хочу, никто не хотел умирать. Но если ты не умрешь, то сила Божия не выйдет. И план Божий не осуществится. И призвание не исполнится. Поэтому многие люди, они не исполнили призвание, потому что они не захотели сокрушиться. Они не захотели умереть для себя. Они так и остались одни. И нету плода, нету результата. Почему? Каким ты был, как в песне, таким ты и остался. Но этого не должно быть. Уже, что все старое должно пройти, чтобы дать место новому. Поэтому, если мы не сокрушимся, если мы не умрем для себя, сила и жизнь Бога, она не сможет выйти внаружу. Она не сможет проявиться. И это путь креста. Никто не может пройти мимо креста. И поэтому Иисус говорит, если ты хочешь идти за мной, он говорит, ты должен там, нет, если ты хочешь, то ты должен взять свой крест. Это значит отвергнуть себя, он говорит, отвергнуть свою душу, отвергнуть то, к чему ты прилип, к чему ты привык, к этому, к земному, к внешнему, что ты не сможешь дальше пойти. Ты не сможешь войти в зону сверхъестественного. Потому что вот это внешнее, оно будет мешать, оно будет противиться, оно будет удерживать. Эта оболочка не позволит раскрыться тому, что Бог вложил в тебя. Понимаешь или нет? Все равно скажи амин. Халлелюя! Потому что именно вот это внутреннее, это духовная жизнь, это зои, что сказал Иисус. Я пришел, чтобы вы имели жизнь какую? С избытком. Жизнь с избытком, это не просто, знаете, когда у меня много машин, у меня много ботинок, или еще чего-то. Жизнь с избытком, это духовная жизнь зои. Понимаете? Зои. У нас есть душевная жизнь, называется психи. Психи, да? Психиатры, психологи и все остальные психи. Но он говорит, я пришел, чтобы у вас было зои. То есть, что? Это духовная жизнь. Аминь. Это там, где Дух Святой. Это то, что принесет умножение. Это то, что принесет чудеса. Это то, что принесет новое. Слава Богу! Поэтому, говорит, если ты хочешь, да? Помните Иисус, если ты хочешь, ты за мной. Потому что, если ты пойдешь за Иисусом, ты не пойдешь во внешнее, ты пойдешь во внутреннее, ты пойдешь в духовное. Ты пойдешь туда, потому что только там, Господь говорит, будет происходить удивительная, невероятная твоя жизнь, твоя судьба, твое призвание. Слава Богу! Аллелуи! Иначе мы будем в плену. Помните, мы в прошлое собрание вспоминали реку Иезекиля. Помните, что как можно было войти в эту реку? По щиколотку, по колено и по пояс. И это тоже, можно сказать, это сокрушение, потому что ноги, да, я говорил, это то, на что мы надеемся. Это наша земная сила, это наши земные способности, это наша, 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 вот мы привыкли, вот мы на этом стоим, вот мы за этом держимся. Но сокрушение, это означает, когда ты не стоишь на своем, а ты держишься за Бога. Вот он и говорит, а здесь уже, говорит, надо решать, либо ты поплывешь, либо опять будешь топать обратно. Потому что, когда мы держимся за свое, мы всегда хотим вернуться на берег. И поэтому многие люди дальше не могут, они никуда, они не могут уплыть. Они так и ходят туда-сюда, туда-сюда. Но он говорит, когда ты поплывешь, вот тогда ты увидишь чудеса, да, там, исцеление, знамения, всякие разные вещи, которые Бог запланировал, они будут происходить. Почему? Потому что ты будешь двигаться в нем, да, в его реке, в его силе. Ты будешь держаться не на себе, а на нем. Слава Богу! И вот этого Бог хочет. И поэтому он говорит, что река текла из-под порога храма. Потому что Бог хочет принести благословение в этот мир, спасение в этот мир, да, исцеление в этот мир. Поэтому Иисус сказал, вы не сможете свидетельствовать без меня. Вы можете говорить, но нету эффекта, нету результата. Почему? Потому что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Вот как важно, потому что вот эта оболочка, она держится за старое. Она не позволяет тебе идти туда, на глубину, чтобы, знаете, все, о, нет, я поплыву, я не буду смотреть назад, да, я не буду оглядываться назад. Я помню, когда вот я родился свыше, у меня одно из любимых мест Писания было, что всякий, кто держится за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Неблагонадежен. Бог говорит, если ты пошел за мной, уже иди, слава Богу, уже не оглядывайся, не уподобься жене лота, да, которая вроде бы пошла, вроде бы вышла, а все назад смотрела, все оглядывалась, а как там, а как в миру, а как вот это, а как вот это. И она остолбенела, потому что так невозможно идти. Нужно идти, и идти за ним. Поэтому, говорит, кто пойдет, если ты хочешь пойти за мной, говорит Иисус, если ты хочешь двигаться в силе Божьей. Аллилуйя. И тоже такой хороший пример, это Марка 14. Это пример об Иисусе, когда Он пришел в дом прокаженного Симона. Вот. Я так думаю, что, я говорил об этом немножко четверг, но потом я поразмышлял, я подумал, что, скорее всего, Симон уже был исцелен. Он не был прокаженным в доме. И я думаю, что из-за радости исцеления Он позвал Иисуса в свой дом. Конечно, это тоже для Иисуса, например, было войти в дом прокаженного. Как бы это выглядело, да? Мы иногда так смотрим на внешнее, на свою репутацию. А что обо мне подумают? А что обо мне скажут? А что вот это? А что то, да? Почему многие люди, опять же, не свидетельствуют? Почему они не свободны? Говорят, я имею желание добра, чтобы сделать, не могу сделать, потому что боюсь, потому что не свободен, да? Вот как бы хочется что-то сделать для Бога, а боюсь. Но Иисус, он побоялся, он пришел в этот дом, да, дом прокаженный, ну и что, идем, аллилуйя. Он позвал нас, и слава Богу, что он исцелился, этот прокаженный Симон, все, он теперь здоровый, он здоровый, слава Богу, во имя Иисуса, да? Аллилуйя. И они пришли туда, в этот дом, и пришла, мы читаем, женщина с лавастровым сосудом. Здесь не написано ее имя, да, там не написано, кто это была там конкретно. Может быть, это как собирательный образ вообще быть, да, потому что имя конкретно не указано. Но теологи, в основном, говорят, что это была Мария, сестра Марфы. Это она была, понимаете? Вот она какая была интересная женщина. Вот она куда шла? Она шла туда, где был Иисус. Слава Богу. И она не просто пришла туда, что она сделала? Она принесла с собой лавастровый сосуд мира из нарда чистого, драгоценного. Она принесла туда то, что для нее было очень ценным. То, что для нее было, может быть, невероятно ценным, потому что, опять же, как говорят теологи, вот этот бутылек, там 300 грамм было масла, да, кто-то посчитал там. 300 грамм, это стоило где-то год работы. Представляешь, год работы. Вот если, например, ты сколько получаешь в месяц, ну, к примеру, там 20-30 тысяч, да, вот умножить на 12 где-то, примерно сколько, там 400 тысяч, или там 500 тысяч, да, этот бутылек стоил, к примеру, 500 тысяч. 500 тысяч бутылек. И она пришла вот с этим бутыльком, и она его грохнула, этот бутылек, да, оттуда потекло масло, да, потому что суть-то была не в бутыльке, суть была, я скажу, даже, может, и не в масле, а суть была в действии, в действии ее веры, потому что она уже была, когда, ты понимаешь, когда мы сокрушены перед Богом, да, потому что вот этот вот сосуд, это как бы тоже нас представляет, это наш внешний человек, да, он может быть такой ценный, он может быть такой вот, знаете, такой-то такой вот, вот всякий вот, ну, такой ценный, Но наша ценность не внешняя, она внутри нас. Аллилуйя. Ценность в том, что в нас Бог. А не то, что у нас там образование какое-то есть. Мы такие-то умные, мы какие-то талантливые. О, мы такие ценные. Нет, ценность в нас – это то, что Иисус в нас. Это сокровище в нас. Это делает нас ценными. И вот это то, что она разбила, это то, что Бог хочет от нас. Потому что если внешне не сокрушится, вот это внутреннее так и не вытечет. И оно не произведет никакой работы, никакого действия. И чтобы сокрушиться, надо любить Иисуса, друзья. Потому что если ты не любишь, ты говоришь, а я зачем это буду делать? А ради чего я это буду делать? А почему я это буду делать? И ты знаешь, когда она сокрушилась, там многие стали негодовать на нее, кричать на нее, обвинять ее. Что ты сделал? Зачем ты так сделала? Когда люди из внешнего мира, они не понимают, чего ты делаешь. Я тоже, когда оставил там свою работу и пошел работать там грузчиком, мне многие говорили, ты чокнулся, потому что вот куда вера доводит людей. Это страшная вера. Она делает людей ненормальными, потому что они делают ненормальные поступки. Понятно, что внешне люди, они не понимают. Написано, что душевный не разумеет того, что от Духа Божьего, да? А духовный разумеет. Я никого не обвиняю, не учижаю. Я просто хочу сказать, это две разные вещи, это два разных мира. И мы выбираем, где нам жить, во внешнем или во внутреннем, да? То есть в то, что вот внешнее нам привычное или внутреннее, что необычное для нас. Но именно в этом необычном ее похвалил опять же кто? Иисус ее похвалил, правда? Все люди вокруг нее, они жаловались, они кричали, они вознегодовали, они злились на нее. Потому что когда ты будешь что-то делать для Бога, многие будут злиться. Они не скажут, о, аллилуйя, ты тут молодец, ты такие вещи. Нет, они будут злиться на тебя, потому что они будут не понимать тебя. Но! Кто наш ориентир? Наш ориентир Иисус, правда? Поэтому они могут сказать, о, зачем тогда ты учился, да? Зачем ты получал образование, ты все бросил, ты такой-сякой, зачем ты это сделал? Но они не понимают этого, и в этом нам нужно понять, что они этого пока не понимают. Потом они поймут. И те, кто меня тогда не понимали, потом они говорят, да, ну, наверное, это точно ты правильно сделал. Но тогда они, конечно же, мне не говорили, что я сделал правильно. Но что сказал Иисус? Но Иисус сказал, оставьте ее, что смущаете, она доброе дело сделала для меня. Аллилуйя! Для меня, вот что говорит Иисус, вот что, оценка 5. Вот, когда ты молодец, потому что ты сделал это для Иисуса. Иисус этого хотел. Это не была просто ее какая-то... Конечно, она этого хотела, но она это хотела, потому что Иисус этого хотел. И когда хочешь ты, этого хочет Иисус, что происходит? Происходит радость. Она не просто там случайно уронила, разбилась, она плачет, Господи, ну как же, я неумеха, да, у меня упала, разбилась вот это все, так жалко. Нет, потому что она шла на это, и Иисус знал это. И Он говорит, о, мне это нравится. Мне нравятся такие люди. И позже Он сказал, что это везде, про это будут говориться. Все проповедники будут проповедовать и будут вспоминать ее, то, что она сделала. Для чего? Для того, чтобы напомнить, друзья, что если мы, опять же, не сокрушимся, все останется по-старому, не изменится, ничего не произойдет. Даже Иисус в тебе, но пока ты не сокрушишься, вот это миро драгоценное, оно не выйдет. Это масло не потечет, это сила не потечет, эти чудеса не произойдут, потому что ты будешь бояться, держаться за все вот это старое, привычное, что, о, ну как же, ну как же, ну может быть, о, нет, нет, о, не надо, только не надо, только не это. Но Иисус хочет помочь нам. Слава Богу! Скажи, слава Богу! Халлелюя! Потому что, знаешь, все всякие проблемы, когда Он говорит о нищих, не то, что Он говорит, что нищие все, проблемы всегда будут, друзья, всегда какие-то проблемы будут, и всегда будут какие-то трудные времена, и сегодня одно трудно, завтра другое, всегда что-то будет. Но Иисус говорит, что ты самое главное для Меня делаешь? Слава Богу! Что ты хочешь сделать для Меня? Если ты сокрушишься, то сила что? Божья потечет. Халлелюя! Дух Святой будет действовать. Дух Святой получит что? Простор! Потому что пока Он скован нашим, так сказать, алабастровым сосудом, ничего не происходит, ничего не меняется, да, мы все сохраняем, все на месте, но ничего не происходит. Но когда разобьется сосуд, начнется что? Начнется движение, скажи, во имя Иисуса. Халлелюя! Смотри, что говорит Господь. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Нравится это Богу или нет? Я хочу тебя спросить. Богу это нравится. Богу это нравится. Он близок именно к этим сокрушенным людям. гордыня, гордыня сокрушилась, да, гордыня сокрушилась, да, злость сокрушилась, неверие сокрушилась, страх сокрушился. Что там сокрушилось? Все плохое сокрушилось. Халлелюя! И оно уже ничего не мешает тебе, оно не мешает Иисусу, потому что вы вместе. Поэтому он близок, близок Господь сокрушенным сердцем. Псалом 50, 19 говорит, «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божиим». Он понимает, да, Давид понимает, что такое сокрушение и почему оно так важно. Слава Богу! 2 Коринфянам 4, 7. Апостол Павел говорит, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Вот почему мы так всегда держимся за свои работы, за свои таланты, способности. А Бог говорит, «А ты все это должен сокрушить, чтобы это облеклось силой Божьей». И кто-то не хочет этого и противится этому. И апостол Павел, прежде чем стал апостолом, был Саввл. Помните Саввл? Который хватал людей и убивал их, и вел их в тюрьмы, и у него была огромная энергия, огромная сила, способности. Но он потом, когда встретился с Иисусом, он понял, что он творил вообще, где он был, чем он занимался. Поэтому произошло не просто встреча. Знаете, кто-то из проповедников сказал, «Произошло лобовое столкновение». Потому что написано, «Он упал!» Он шел, шел, или ехал, по-разному. Кто-то говорит, «Он с копытом, с лошади упал», кто-то там еще что-то рассказывает. Но он упал! Знаешь, это вот как ты тоже куда-то несся, 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 и бабах за что-то врезался. И Павел врезался. И думал, «Вы что, я врезался?» И он услышал голос, говорит, «Что ты меня гонишь? Тебе трудно так жить. Тебе трудно жить, потому что ты прешь своей силой. Ты прешь своим пониманием, но ты все равно мучаешься, у тебя нет радости, у тебя нет удовлетворения». И когда вот люди действительно не хотят сдаться, потому что есть люди очень сильные, волевые такие, «О, такой волевой, такой крутой, такой сильный!» Но вот этот сильный, знаешь, он может сильно идти против Бога. И Бог хочет, чтобы он сокрушился, и чтобы он познал Бога и двигался не своей силой, а Божьей силой. И если мы это поймем и познаем, тогда мы не уповаем на свою силу. И Павел говорит, «Я там мог на себя уповать, там фарисеи из фарисеев, образованнейший человек и так далее, но он говорит, «Я однажды понял, это все мусор». Почему? Потому что это внешнее, это внешнее, я за это держался, я это ценил, я к этому стремился, но когда встретился с Иисусом, я вдруг понял, это все мусор, это все не то. И поэтому мне было трудно жить, да, ведь не просто Иисус говорит, тебе трудно так жить, тебе трудно жить, ты вне воли Божьей живешь, ты мучаешься, да, ты там сильный, ты умный, ты способный, ну что толку, Бог говорит, что толку, ты только вредишь мне и моему царству, и моим людям. Но когда вот это столкновение произошло, что-то сломалось в нем, да, что-то сокрушилось, и он говорит, «Господи, что повелишь мне делать для Тебя?» Вот пока у нас не произойдет сокрушение, мы никогда не скажем, «Господи, что Ты повелишь мне?» Не то, что я хочу, а что Ты повелишь мне делать. И когда это произойдет, тогда начнется новая эра в жизни, слава Богу. Тогда Бог начнет проявляться и действовать. И мы знаем, как Бог могущественно использовал апостола Павла, да, сколько было всего совершено, сколько было чудес, сколько было написано, да, треть Нового Завета именно написано им. То есть, Бог произвел эту работу, она произошла, и это было такое благословение для людей. Мы до сих пор читаем, читаем, и мы восторгаемся, потому что этот человек был сокрушен Богом. Он сокрушился, и тогда сила Божья стала из него переливаться, изливаться. И, конечно, он говорит, «Да, мы-то кто? Глиняные сосуды». И разве сосуд глины из глины ценится? Нет, он ценится из-за того, что в нем находится, в этом сосуде. Говорит, я тоже не понимал и считал, я такой, я лабастровый или какой там я сосуд, там я образованный, я фарисейский сосуд, да, такой, такой. Но самое главное, в чем драгоценность? Это Иисус. Чтобы преизбыточная сила, какая это сила? Преизбыточная. Мы, поэтому иногда и не можем понять, что да, как-то Бог может так сделать, Бог может так сделать, а может они все придумали. Если мы не пережили, если мы не пережили это сокрушение, если мы не пережили, как Бог действует, нам трудно даже поверить, что Бог у кого-то так действовал, что это так может произойти, но Он говорит, что это должно быть разбито во имя Иисуса, чтобы преизбыточная сила Бога начала действовать. Халлелуя! Ты готов к этому или нет? Ты готов к сокрушению? Знаешь, слово сокрушить, оно означает разбить, сломать, уничтожить. Тихо так. Что, кого разбить, меня побить, разбить, сокрушить, уничтожить. Нет, старое, ветхое, оно должно быть сокрушено. Халлелуя! Тогда откроется благословение, тогда откроется это благоухание, тогда откроется то, что на самом деле Господь и дал тебе, и хочет сделать через тебя и через меня. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому мы должны прозреть, и мы должны услышать, чтобы это произошло в нашей жизни. Потому что многие вещи Бог хочет сделать в нашей жизни. Иногда Бог как бы потихонечку начинает нас так сокрушать. Где-то так сокрушать начинает, где-то так тюкать начинает потихоньку обстоятельствами. А мы порой этого не понимаем. Думаю, Господи, что за проблема в моей жизни? О, почему вот это происходит? Почему вот это? И мы негодуем порой даже на Бога. Почему Бог это допускает? Потому что мы не понимаем порой, что Бог говорит, я хочу сокрушить это старое, чтобы новое открылось, чтобы новое могло произойти в тебе, в твоей жизни, через тебя. Неужели ты этого не понимаешь? А ты все опять держишься за это старое. Ты не хочешь сдаться, ты не хочешь преломиться, ты не хочешь, потому что ты еще что, не видишь. Но как только ты увидишь, как только ты поймешь, ты скажешь, давай, Господь, давай, я готов. Поэтому, когда Бог мне сказал, ты должен уйти, ты должен оставить, я понимал, для чего это Бог делает? Для того, чтобы сокрушить старого человека, сокрушить эти амбиции, вот эту гордость, самолюбие и так далее. Это главная проблема. Главная проблема, почему Дух Святой не движется через таких людей. Он говорит, ну, когда это будет сокрушено, то движение начнется, жизнь начнется, сила Божья начнет действовать. Халлелуи! Халлелуи! Слава Богу! И поэтому, и в Езекииле, да, пророчески говорится, и дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное. Вот каменное, оно не реагирует на Дух Святой. И дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас Дух мой, сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вот что видит Господь. Поэтому готовы ли мы отдать это каменное, готовы ли мы разбить это каменное, чтобы стать такими мягкими, такими чувствительными. Другими людьми, другими, которые действительно по образу и подобии Богу, или мы будем продолжать сражаться, подобно Якову. Помните, как Яков, он такой был сильный человек, такой волевой, он понял, что надо брать благословение. Надо брать. И поэтому они с матушкой придумали хороший план, как взять благословение, сделали маскарад, сделали то, другое. Но что в итоге? В итоге его брат хочет убить, он убегает от брата, он прячется, 20 лет работает на дядю, который постоянно его обманывает. И потом он понял, что хватит меня уже обманывать, и он уходит от него. И помните этот момент, когда он борется с Богом. Он борется с Богом. Друзья, мы порой такие же борцы с Богом. С кем мы боремся? С кем мы боремся? Зачем мы боремся с Богом? И вот написано, он боролся, и уже даже почти одолевал его. Представляете, какой силы воли был человек, этот Иаков, этот хитрый, его имя, хитрый, такой хитрый. И что делает Бог? Бог проводит какой-то специальный прием, и у него ломается там бедро, что-то там, какая-то кость ломается. Представляете? Бог говорит, уже надо болевые приемы применять. Как бы не понимает парень, столько лет, там пахал, здесь убегал, там это самое. Когда до него уже дойдет, это уже хрусь его. И вот он говорит, о, теперь ты уже принц Божий. Слава Богу! Хотим ли мы так же? Хотим ли мы этого? Потому что да, это было место, которое называется Пинуэл. Это было то время, когда действительно он сокрушился перед Богом. Аллалюя! Он сокрушился. И поэтому всю свою жизнь он ходил прихрамывая. И я думаю, это ему напоминало, что был день, когда он сдался перед Богом, когда он сокрушился, и он как бы сказал, да, уже не я опираюсь на себя, то есть на свои ноги, уже Бог моя опора, Бог моя крепость, Бог моя сила. Аллалюя! Давай встанем и помолимся. Были ли у тебя эти моменты в жизни, я не знаю. Эти моменты сокрушения, я верю, что мы их проходим. И даже не один раз, я скажу. У нас есть периоды, да, такого сильного сокрушения, это особенно в начале нашего пути, когда действительно будет видно, как ты пойдешь, и что будет в своей жизни происходить. Но время от времени Бог убирает и другие вещи. Он говорит, а теперь я хочу вот так вот, а теперь я хочу, чтобы это было. Помните, как с Моисеем произошло, когда Бог ему говорил, ты бей по скале, и вода потечет. И он лупил по скале, и вода текла. А потом он что ему говорит? А теперь ты скажи слово. Ты скажи слово, и вода потечет. И что делает Моисей? Он опять лупит. Понимаете? Потому что Бог ведет нас от веры в веру, да, от славы в славу. На каком-то этапе иногда Бог говорит, этого достаточно, здесь вот этого достаточно уже, как бы это ты научился. Но когда мы идем дальше за Богом, другой уровень, Бог говорит, а теперь должно уже вот так быть в твоей жизни. Теперь я уже вот это хочу видеть в твоей жизни. Халлелуя. Поэтому этот процесс будет продолжаться. И он должен продолжаться. Но хотим ли мы этого? Хотим ли мы продолжение банкета, как говорится? Хотим ли мы двигаться дальше за Богом? Или мы уже тоже где-то застряли, где-то остановились, и говорим, вот я уже к этому привык, как бы уже дальше мне вроде бы и не нужно. Но знаешь, Бог говорит, я творю все новое. Я хочу вести тебя дальше. Я хочу вести тебя выше. Я хочу вести тебя глубже. Господь, мы просто поклоняемся Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты затрагивал, Господь, в нашей жизни. Халлелуя. Чтобы Ты показывал те сферы, которые еще не сокрушены пред Тобой. Еще те сферы нашей жизни, где мы еще упорствуем, где мы еще боремся с Тобой, где мы еще не сдались, где мы еще не согласились, куда еще не пришла эта живая, вода, где еще не потекло это масло, не потекло это мира, не потекло это драгоценный елей. Но из любви к Тебе, как это сделала Мария, разбив этот сосуд, Бог, чтобы мы это сделали сами, сказали, да, Господь, я не могу этого сделать своей силой. Я вижу, у меня есть определенные проблемы, я с ними сталкиваюсь. , так что я не буду говорить, у меня я не буду сказать, что я не буду говорить,